Псевдоперемирие. Договоренность о хлебном затишье, достигнутая в Минске, продолжает нарушаться со стороны так называемых ЛНР и ДНР. Все детали минувших суток в зоне АТО узнаем от Геннадия Вивденко. За минувшие сутки двое украинских военных погибли, подорвавшись на мине. Трое ранены. Стало известно о попытке боевиков прорваться в районе поселка Желобок на Бахмутской трассе. Кукушка частенько подвергается обстрелам. Мы уже тоже свои выходы придумываем. Пытаемся установить что-то вроде перекрытия на случай обстрела. Противник вновь пытался прорваться в районе поселка Желобок возле Бахмутской трассы как раз накануне хлебного перемирия в субботу. Сначала открыл огонь из крупнокалиберной артиллерии. Около сотни попаданий по украинским позициям. Однако перекрестным огнем с господствующих высот удалось отбить атаку. Сейчас нас просто держит напряжение. То есть ночью намного тяжелее спать, потому что ближе к 10-9 начинаются обстрелы. Украинская разведка подтверждает, что не менее трех боевиков убиты. С нашей стороны в ходе боя потерь нет. На данный момент пытаются они не шевелиться, потому что позиция у них уже отсвеченная. Ну не знаю, насколько у них там еще наглости хватит. Также сегодня в районе Трехизбинки в Луганской области силами 93-й мехбригады ликвидирована диверсионная группа противника. Четверо боевиков захвачены в плен, двое убиты. Среди них командир гражданин Российской Федерации. На Донецком направлении враг вновь бил из запрещенных минометов. Продолжаются обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. Напряжение не уменьшается ни в Луганской, ни в Донецкой области. Украинские войска до последнего стараются не отвечать на провокации. Продолжаются представители ОБСЕ относительно затяжки. Может, где-то прилетит. Представители ОБСЕ поедут, сутки, темная пора дубы. Не исключено, что прийдут снова танки. Не исключено, что начнет работать в оружие минометная батарея. Вновь придется нашим бойцам ховаться по блендажам. Так называемое хлебное перемирие начато с нуля часов минувшей субботы. Это уже второе предложение украинской стороны за месяц. Минувшее было датировано еще 1 июня. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей.